Добрый день, уважаемые подписчики, наши читатели. Сегодня пятница, как обычно, я не помню число, 9 число, 9 сентября сегодня. Московское время 12 часов 44 минуты. Выложу на обзор, конечно, будет позже, но просто чтобы вы понимали, на какой час я все это разговариваю и надеюсь, что макроэкономическое уж точно, но даже микроэкономическая ситуация не изменится к тому моменту, когда этот ролик будет выложен. Итак, внешний фон. Мы с вами находимся в дне сразу после повышения ставки ЕЦБ. Конечно, не хватило мужества у финансовых политиков Еврозоны и Единой Европы поднять ставку на 1%, потому что ставка 1,25 в мертвом припарке по сравнению с инфляцией 9, но там мужественно зафиксировано, да, мы поднимаем, поднимаем. Ну, процент, конечно, был бы сильно, но не шмогла, да. Потому что дешевая, мы помним все, да, что дешевая национальная валюта, в данном случае Еврозона, она делает очень дорогими импортные ресурсы. А поскольку все ресурсы, вот цена на них выражается в долларах, то дешевая валюта относительно доллара, она тут же делает инфляцию, ну, собственно, тут же делает покупки еще дороже и так далее, ну, то дальше по спирали. Вот, ну, посмотрим, как это выразится, в чем это выразится, в развитии, собственно, экономики, да, или хотя бы ее не стагнации, хотя там у нас в Америке уже придумали новый термин, это рецессия роста, да, это у нас не рецессия, а это рецессия роста. Эта вот экономика росла, 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 как это, за, хочется сказать, матом замучилась расти. Вот, и сейчас она отдыхает, отдыхает, вот, ну, помашем на нее апохалами, пусть отдыхает. Вот, в Европе все гораздо печальнее, там приходят новости из Британии, что каждые шестой, там шесть пабов из десяти закрываются из безумных счетов за электроэнергию, опять же, тепло, и это еще мы фактически летом находимся, да, там еще никакого не поступало, что называется, сигнала от нашего господина под названием «Природа», о том, что уже осень наступила и морозы и так далее. Ну, опять же, да, не будем ничего загадывать. Давайте посмотрим, что нас ждет дальше. Дальше нас ждет заседание ФРС 21-го, здесь вот четко все, на 0,75 Пауэлл уже трижды объявил об этом, да, было бы странно, если понизит ниже, повысит ниже, да, на меньшее значение. Может быть, повысит на процент, но очень маловероятно, да, скорее всего, они пойдут вот этими шагами 0,75 и 0,50 до конца года и в конце концов доведут ставку до 4,25. Я уже объяснял, это моя позиция, рассчитанная в 2018 году еще вот повышение, тогда у них целевой ориентир был 4,25, я думаю, что он и остался. Вот таким образом они стараются бороться с инфляцией, инфляция падает, цена поднимается, и мы приходим к эффективной ставке на уровне, ну, хорошо, 4,5. Я думаю, что это такой целевой ориентир, может быть, не до конца года, хотя было бы здорово, если это было до конца года, для экономики Америки, да, я исключительно утратую за экономику Америки душа борет, что называется. Но вы понимаете, что вслед за Америкой ставку должны поднимать все ведущие экономики мира, которые хоть как-то с ней коммуницируют, финансово ли, но, скорее всего, по товарообмену, потому что иначе та же самая история, да, что если в Британии с Европой, иначе все ресурсы окажутся слишком дорогими для потребителей внутри тех стран, которые не будут поднимать, вот нас ждет, вернее, мы уже находимся в цикле ужесточения, ужесточения кредитно-денежной паризии. Ну, просто это, собственно, практически очень близко связанные с собой понятия в данном случае, но, повторюсь, как я говорю, для того, чтобы справиться с инфляцией, недостаточно повышать ставку, нужно еще сокращать расходы, нужно сокращать расходы, нужно урезать позиции бюджета, раздутые, да, Америка привыкла жить шарохо и хорошо, печатая деньги, да, проведя там в конце прошлого века, вернее, в середине, там, ну, в 70-х годах рекламную компанию, там, большую по покупке Treasuries, вот, прекрасно она живет, себя чувствует, там еще одна компания была в начале этого века, и, собственно, привыкли люди жить хорошо. Ну, вот, все когда-нибудь заканчивается, и закончилось это и сейчас, и, собственно, тот цикл, который мы наблюдаем, я надеюсь, что он продлится еще год. Давайте посмотрим, что происходит в связи с этим на рынках. На рынках происходят чудесатые чудеса, а именно, значит, давайте начнем с, как мы обычно делаем, с S&P 500. Значит, S&P 500 наш любимый, ну, давайте откроем часовой график, так будет нагляднее. Значит, он дни повышения ставки в еврозоне проводил на уровне 3920, при этом он пытался там вырасти, мы с вами это обсуждали в прошлый раз, на прошлой неделе до уровня 4000, вот, не получилось, с ним там не понравилось, ушел на 3900, вот, с копейками, потом два дня там провел, еще ушел ниже на 3870, неважно. Вот, и 7 сентября у нас перед заседанием, да, был прям какой-то вот такой феерический рост, который тут же отразился и в валютах, вообще валюты себя ведут абсолютно коррелировано с S&P 500, я имею в виду фунт и евро. Вот, ну, да ладно, значит, выросли они до 3900, почти до 4000, 3970, там, 3980, и очень было интересное поведение, да, вчера, потому что после объявления ставки в 3.15 потом была, прибыла пресс-конференция Кристин Лагарх, глава ЕЦБ, а потом в 16.10 выступал с речью, я не знаю, на каком же там конгрессе, или еще где-то, Джон Пауэлл, глава ФРС США. Итак, S&P 500, значит, он поколебался, поколебался вчера, и в конце концов вырос незначительно на процент, причем до этого вырос на 2% с 7-го числа. И сегодня с утра мы тоже наблюдаем рост фьючерса, по крайней мере, вырос он уже до уровня 4036, то есть еще почти на процент. Вот, ну, связано это с тем, что, знаете, как говорят, официальная версия такая, все страхи уже прозвучали, Армагеддон не обещали, все, мы уже знаем, да, повышаете, 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 балансы вы сокращаете, да, как мы помним, там на 95 миллиардов, хотя не выполняется, там, сокращение баланса летом, хотели на 45, но сократили гораздо меньше, что предъявили бумаг, ФРС предъявил бумаг к выкупу, то есть опять же идет разымание денег. Ну, надеюсь, это не надо объяснять, если надо, то зададите вопрос, то есть ФРС раздавал деньги, выкупая бумаги, ценные компании, ну, их облигации, долговые, обязательно, чтобы они не разорились, вот, разбрасывал камни, сейчас пришло время собирать камни, тут он говорит, ребята, да, давайте-ка вы мне вернемся, то, что я вам выдал, а вот вам ваши бумажки долговые, вот. Так вот сентября эта цифра должна быть 95 миллиардов в месяц, это очень много. Это рынки обычно на таких суммах падают, там, процентов на 20, там, когда до них доходит, что в таком объеме изымается ликвидность, ну, потому что там, это вот прямое изъятие ликвидности из рынка. Рынки, значит, попрыгали, попрыгали и пошли вверх, да, опять же, типа, ужас не обещали, все хорошо, как-нибудь справимся, вот, а денег вроде еще много и давайте, значит, расти. Ну, потому что слишком глубока и прочно вшита мантра, что соки по дереву всегда идут вверх, но вот они, типа, идут. На самом деле, что происходит, я вам уже несколько раз говорил, основные игроки рынка, хедж-фонды, спекулянты крупные, они не могут без волатильности, да, ну, потому что, ой, ставку повысили, все, значит, мы вниз, ликвидность сжимают и так далее. Нет, на чем зарабатывать? Зарабатывать нужно на таких движениях. Вот 3% вверх, там люди, которые играют не интродэй, а интро 2-3 дня, что называется. Вот они сейчас на этих движениях заработали там по 3-5%, опять же, повыше зашортят перед 21 сентября. То есть до 21 сентября нас ждет, ну, достаточно приличная волатильность, ну, и после 21 сентября, когда ФРС объявит о ставке, ну, день-два попадает. Вот, даже если жестко все скажут, что будем дальше повышать ставку, потому что жить-то как-то надо. Дальше опять попрыгаем до отчетности за третий квартал в начале ноября. Но общий тренд будет вниз, да, вот сейчас рынок никак не хочет уходить от 4 тысяч, но все равно, я думаю, что это сделать придется. Прогноз остается мой личный прежний, 3-400. Вот, ну, посмотрим, как я люблю говорить. Значит, по валютам. Давайте посмотрим на евро. Евро просто удивительно творит чудеса. Чудеса-то, значит, что происходит. Евро, значит, колебался, все никак не может оторваться от единички, от паритета. Тут многие коллеги мои с телеграм-каналом говорят, все, евро ушел глубоко и надолго вниз, ха-ха-ха. Значит, евро 7 сентября за день до объявления начали готовиться. Ну, как же, ставку повысить на 0,75. Евро, проводя там почти весь день на уровне 0,98-85, то есть ниже 0,99, ниже 99 центов за доллар. Вдруг последние там 5-6, ну не 6, там хорошо, примерно с середины дня начал расти и вырос до 1,99-90, то есть практически до паритета. То есть он отыграл эту фигуру с лишним. Вот, перед самым объявлением там была небольшая волатильность, выдернули его на объявлении ставки до 1,0025, ну, то есть выше паритета на 25 пипсов. Но потом Кристин Лагард всем объяснила, что не так все радужно и весело, что они не знают, что делать, они понимают, что ставка, они душат экономику, вот, и что будет всем очень и очень непросто, и счета, соответственно, вырастут за газ там и за свет и так далее. Вот, и евро на этих словах, а также на словах Пауэлла о том, что они собираются повышать ставку, он упал. Опять упал там до середины 99-й фигуры, там до 0,5%, вот. Но потом опять же вот случилась та самая волатильность, о которой я говорил, рынки Америка полетела вверх, и евро шлет за ней. Вот, евро вчера долетел до паритета, и сегодня ночью, значит, пока никто не видит, как говорится, вырос еще на полфигура, а затем добил до 1,01. То есть, ну, вот я планировал уровень, то есть случилось то, что вот я говорил, да, то есть они в день повышения ставки там чуть сыграют и падут вниз, а потом с разгона побегут наверх, но я думал, что это будет уровень 1,02. Ну, вот хватило, слишком велико было падение, хватило только силенок до 1,01 добежать. Ну, вот сейчас идет небольшая коррекция. Я думаю, что нет смысла прогнозировать того, что будет до среды следующей недели, когда ФРС поднимет ставку. В среду однозначно будет снижение, опять ниже паритета. А пока что урезвимся. Вот те, кто умеет зарабатывать, зарабатывают. Значит, фунт ведет себя тоже потрясающе. Как я вчера написал, такое ощущение, что ставку в Bank of England поднимает, в Центральный банк Англии, а не ЕЦБ, да, не Евробанк. Он и седьмого отрос, и вчера выше евро отрос, потом чуть упал, но сегодня прям феерический рост. Почти на две фигуры. Фунт вышел на 1,1630. Помните, я говорил, что слишком низкий уровень для него, там 1,14, 1,12. Вот фунт успешно оторвался, ушел там выше 16 фигуры, то есть 1,1630. Ну, прогнозы мои такие, да, Банк Англии все-таки сокращает, повышает, вернее, ставки, да, все делает правильно, и на нем, на Англии не висит этот, на Великобритании такой огромный баланс в виде вот этого разношерстного одеяла, какой есть у Европы. Да, это все-таки тянет на Европу вниз, поэтому фунт будет попроще в этой ситуации. Посмотрим, как это отразится на котировках. Ну, я вот все до этого говорил, когда это смотрели часовые графики, ну, по дням я не думаю, что будет выше там 1,17, хватит силенок задернуть, ну, потому что потом все равно вниз, опять же, до этих уровней, после 21 сентября. Вот я оговорился в предыдущем моменте, там не 13 сентября, а 21. То есть у нас еще фактически 9 торговых дней до заседания ФРС, поэтому будет движение в диапазоне там, ну, может быть, выдернуты выше 1,17, ну, вот внизу там этот уровень, там типа 1,14. Ну, после 21, я думаю, все равно будет хороший там нарок вниз, а дальше опять же там до отчетов будет колебание. Да, повторюсь, вот был мой пост в канале о том, что рынки никогда не ведут себя так, как все ожидают, да, когда они должны себя вести. Там евро должно пойти вниз. Кому оно должно? Всегда ответьте себе на этот вопрос. И то, что происходит на рынках, это какие-то внутренние борьба покупателей, продавцов. У кого-то есть деньги, кто-то играет там на повышение, стоит заработать, там вытаскивает за тобой толпу, толпу срывает стопы, да, неоднократно такое бывает. Вот, поэтому удивляться тому, что происходит, ну, нет смысла. Надо просто стараться учиться на этом и зарабатывать, на этой волатильности. Да, волатильность сильная. Иена. Иена. На всем этом мы не будем разбирать подробно. Я думаю, что иена имеет смысл включить дневной график, но вот сегодня идет безумное припление иены аж на две фигуры. 144 иен за доллар куда ее вытащить, даже на 145 в середине дня 7-го числа до среды. За день до повышения, когда вот падали все валюты, я говорил, вот иена тоже падала, доходила до 145 иен за доллар, упала там до 144, и вот сегодня за день, прямо вот безоткатно, часами, часовой графики если включить, падает просто вот, вот просто одни черные свечи. Ну, там какие-то вкрапления там есть небольшие, но вот выглядит как просто безоткатное падение на две фигуры. Кто встал в шорт еще по 145, ну, в шорт графика, да, в шорт доллара с иеной, тот очень серьезно заработал, да, три фигуры, это на дороге не валяется. Итак, значит, золото. Ну, золото, соответственно, все очень просто, да, чего тут говорить, доллар дешевеет, золото дорожает, доллар дорожает, золото дешевеет. Поскольку доллар последние дни там, ну, совокупно дорожает, можно включить дождяной график, не заморачиваться. Входило золото ниже уровня 1700 до 1690, вот, но эти два дня падения доллара, они сыграли свою роль в золото, золото выросло там на свой, законные, на свои полтора процента до 1727. Ну, вот там сейчас прибывает, я не думаю, что у него есть шансы там пойти выше существенно, ну, там, те, кто играет там на откатах, ну, есть хорошая возможность за шорт, начать набирать позицию еще раз шорт локальный, да, там, до 1680, например. Прогнозы по АЕ, по золоту очень простые, да, это уровень 1400-1350 на конец года с боковиком небольшим в течение 23-го года. Я не стал бы сильно ставить на движение золото в 23-м году. Следующий у нас нефть. Нефть, ну, здесь достаточно все просто. Нефть в ожидании рецессии, в ожидании спроса, в ожесточении кредитно-денежной политики. Нефть, поскольку на 90% даже больше бумажная, то есть это не поставочная нефть, а спекулятивная, в том числе и компании, финансовые подразделения, производители таким образом хеджируются от низкой цены, да, продавая ее, ну, такая несложная схема, да, если вы боитесь, что цена на ваш товар упадет, вы шортите ее, фьючер шортите, соответственно, если вы не зарабатываете на прямых продажах, вы зарабатываете на шорте, если цена падает, которую вы открыли на фондовом рынке, на финансовом рынке. Вот, поэтому нефть дошла до цены 88, вот даже, по-моему, сейчас посмотрим чуть ниже, но это не суть, просто, да, чуть ниже, до даже 87,5, там 87,40. Сейчас она отскочила до 90 с лишним, вот за эти два дня, опять же, да, роста и рынков, и падения долларов, ну, то есть нефть себя ведет ровно так же, как ведут себя индексы и доллары, да, поскольку цена выражена в долларах, плюс это общая угроза рецессии, и нефть абсолютно вот зависима от того, что происходит с индексами и с долларом на мировых рынках. Так, ну, давайте посмотрим на российский рынок, значит, российский рынок, я уже неоднократно говорил, что происходило с рублем-долларом, это был какой-то вот обменный пункт в августе, он, кстати, продолжается, да, у нас стратегия не торгует эти дни в паре доллар-рубль, вот только сегодня мы ввели после теста новые инструменты, юани, газ, там 5 новых инструментов, фьючерс на Сбер, на Газпром и на Лукоил. Посмотрим, как себя покажут, на тестах показали очень хорошо, посмотрим, что будет в реалиях, значит, по индексу РТС, ну, по фьючерсу на индекс РТС, давайте даже дневной график включим, ну, вот рост был вот этот на Газпроме в конце месяца, потом, значит, падение 6-7, ну, и вместе со всем рынком вот ровно то же самое, хотя говорят, нет корреляции, но вот есть она, конечно же, то есть оно оглядывается на внешний рынок, те, кто собирается инвестировать в свои кровные, покупать, то сейчас идет вот два дня рост, сегодня особенный рост, там вырос до 124 тысяч 640, интересно посмотреть, а что с самим РТСом, так, а с самим РТСом 1256, да, ну, примерно так же, чуть ниже торгуется фьючерс, но несущественно, да, мы будем считать, что практически тождественно. При этом доллар, значит, доллар себя ведет очень интересно, доллар себя ведет фактически на месте, да, было там, наметилось какое-то укрепление несколько дней, ну, вот оно там, мы его наблюдаем, но все равно это вокруг 60-й фигуры, вокруг 60 рублей за доллар, пока нет каких-то движений, да, нет как того, что можно было сказать о, ну, потому что вот, свечи дневный график, ну, практически прямая линия, да, весь август, да, и фактически там вот первую декаду сентября. Все мы ждем нового бюджетного правила, все мы ждем ситуации, когда уже от слов перед делой уже начнут ослаблять национальную валюту, потому что, конечно, никакую спецвоенную операцию с такой валютой мы не выезжаем, потому что нужно вкладываться в производство оружия, нужно вкладываться, ну, просто нужны деньги в бюджет, да, когда у тебя, чем дешевле у тебя национальная валюта, тем лучше, в данном случае спокойно мы выдержим курс там и 70-75, в котором мы жили там до специальной военной операции и прекрасно себя чувствовали. Вот сейчас это 60, это, конечно, очень мало, понятны причины такого курса на рынке, ну, будем ждать, да, будем ждать этих интервенций, кросс-интервенций через другие валюты, там, не знаю, что придумают, вот, конец, хочу повторить главную мысль этой недели, ну, и, наверное, всего сентября. Нету каких-то золотых идей, очевидных всем, их нету, да, на рынке зарабатывают профессионалы, не профессионалы, чертыхался бы просто, вот, ну, торгует, допустим, валютами или индексом два дня, он бы с ума сошел, что происходит, вопрос, нужно расширить там границы терпимости, полотенности свои и работать там, скажем, более вдолго, либо там сейчас золотое время для тех, кто работает на 15-минутных свечах, это просто рай, да, вот, хорошие, сильные движения в рамках вот 15 минут, прямо вот идеально. Вот, всем остальным я же хочу еще раз повторить, что нет такого, что вот мы все считаем, что будет вот так, и оно так и будет. Нет, не будет так, будет ровно наоборот. Почему я объяснил, потому что существует огромное количество игроков на рынке, которые стремятся зарабатывать на вот этих движениях, на волатильности. Естественно, никто не будет зарываться, да, потому что ты можешь там закупить, пытаться поднять рынок вверх, а он не пойдет, пойдет в низ. И ты останешься там в лонгах, и тебе будет очень тяжело держать эту позицию, да, смотреть на свои убытки. Но общая тенденция, повторюсь, не бывает такого, что рецессия, да, пусть рецессия роста, укрепление доллара, рост доходности, трежерист, а рынки растут. Не бывает. Может быть, будет, но тогда я, как это самое, говорил Демуру, съем свою шляпу без соли, потому что, ну, мне кажется абсурдным, да, когда у тебя идет сжатие ликвидности, вкладывать деньги в акции. Ну, посмотрим, опять же, да, покажет очень серьезно нам следующие два триггера. Это 21 сентября заседание ФРС, соглашение повышения ставки. Посмотрим, что еще скажут на пресс-конференции. Вряд ли что-то новое. И начало сезона отчетности, да, потому что если отчеты будут плохие, хуже ожиданий, то это очень серьезно повлияет на рынки, в том числе, может быть, станет тем триггером, который двинет его, наконец-то, серьезно вниз. Вот туда нам на 3,800, которые никак не могут пройти, на 3,700, 3,600 и ниже. Берегите себя, всем здоровья, всем хорошего настроения, проведите эти выходные максимально с пользой для своего здоровья. Спасибо, до свидания.